на такой резине вообще не вариант ехать так вышло, что Илья списался с какой-то китаяночкой, которая сказала, что может подарить на наш проект, в котором не существует, лампу так вот, теперь нам нужно распаковать ее, чтобы отчитаться перед таким подарком хорошим приехал, ЕМС очень дорого ЕМС написано но передали потом в ЕМС, но я шла на ЕМС, поэтому супер быстро и так, очень качественная упаковка, хочу сказать, ее можно использовать вторично для отправки досок ничего себе первый раз распаковываю, не знаю, как расставать ничего себе она крутая нить закругленная просили прямую, ну ладно мне кажется надо вот так, смотри надо на лабашке вот тут перечки вставить даааа снизу, снизу, снизу да, вот так мне надо байпить, смотри да, давай а если где-то ниже, где решетка выше, 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 выше вот здесь ее можно прям врезать короче, а что там за вход, какой ааа, хороший вход давай накинем давай включим плюс-минус к аккумулятору давай просто поглядим другие провода тут комплект серьезный тут крепление еще ого а, ну тогда лучше через предохранитель ого смотри, здесь даже есть кнопка включать это мы продадим на авито спасибо за заработок Лёхи давай я Юрцова так, у нас тут значит комплект подключения с кнопками и с релюшками а еще должны быть кронштейны кронштейновые штучки кронштейновые штучки чтобы на крышу поставить да да значит это подсверление крыши что ли? придется сверлить крышу сейчас придется сверлить я тебе очко просверлю попросим прислать другую поручите нам поуже пожалуйста короче смотри снимаешь решетку своей фары и куда утапливаешь так, кстати, стоит и дуришь всех наружу просто сжигаешь их взглядом ее наверх чуть-чуть ну ладно, убирайте все у нас тут лампа за 400 баксов лампа не проблема может попросим легкий может попросим может попросим лампа но вы они для все у а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня уже четверг и понедельник мы стартуем на Grounded в Сочи И нас очень огорчили комментарии на тему того, что у нас не лол дейли Мы не ездим каждый день на своей тачке, мы их водим на автовозе Все это мы начитали, взвесили, оценили и решили, что в Сочи мы поем своим ходом Но для этого нужно подготовиться В первую очередь мне нужно покрасить два передних крыла Убрать с них косяки Поменять лобовое, которое треснуло на обратном пути после BMW Fiesta И еще у меня спереди очень плохая резина, так как она мне досталась еще с прошлого сетапа Она супер лысая На такой резине ехать вообще не вариант Сейчас плод проедет На такой резине вообще не вариант ехать И я сегодня купил два баллона И хочу сам попробовать их поменять Просто по приколу Ну не сам, как Глеб еще ехать Ну да-да, конечно С Глеба помощью Вот А если уж у нас не получится, то мы поедем к Лехе в Quality Wheels Он-то по-любому спасет всегда Ох, я уже устал эти колеса снимать, ставить, снимать, ставить Вчера еще заказал две новые проставки, полтора сантиметра Тоже пришлось снимать, ставить, снимать, ставить Туда-сюда, пока вот попадешь в этот инструмент, столько сил потеряешь На самом деле, собрать реально готовый сетап такой, который нигде не будет цеплять, тереть Довольно-таки сложно И здесь очень много еще работы впереди Но, скорее всего, этим заниматься зимой мы будем Так как сейчас хочется все-таки попасть на последние мероприятия в этом сезоне Но впереди нас ждет еще подбор новых пружин, более жестких Потому что, по сути, сейчас фитмента особо-то и нет Она очень высокая Но ниже я не хочу делать, потому что все очень сильно мягко трет И коцается кузов, коцаются полки, отрется резина, арки Так что пока соберем на таком сетапе, а уже зимой будем переделывать Шпильки как тебе? Шпильки это вообще самое лучшее изобретение человечества Я не понимаю, почему на немецких машинах их нет Но у нас японский автомобиль, поэтому у нас есть шпильки И снимать колесо, ставить колесо одно удовольствие Ну что, пойдем сменять? А что, ну где она старая? Давай, снимай, снимай, тебе покажу Так, вот эта резина моя старая Она раньше у меня была на береге Посмотри, вот тут потрескался корт Видишь? Какого года она, брат? Она супер до давних годов И еще вот здесь вот такая беда есть Вот, вот Видишь? Вот с такой резиной ехать в Сочи своим ходом не очень хочется Первый раз меняю резину сам Собственно, что у нас есть? Монтажное оборудование Штучка, которую надо выкрутить Ниппель, самая важная вещь И мое колесо Сначала надо списать Я смотрел один урок на ютубе Там рассказывали, как делать Потому что на монтаж самостоятельно И там сказано было В первую очередь снимите ниппель Выкрутите его Вот он, мой ниппель Так, в принципе, самое важное мы сделали А дальше все легко будет Блин Оденьте светлые футболки Готово Все, весь воздух, точно? Да, да, вроде все вышло Я слышал, иногда он где-нибудь прячется там Может быть, малярки сюда наклеить? Давай, может, первый раз все-таки Я снимаю первый раз Дальше нам надо с хампа снять резину В принципе, она уже снилась Теперь с этого Вот здесь, конечно, опасно Ну, блин, ты, во-первых, не до конца А, надо заправить ее Все, я понял Стой, 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 стой Вот не вытаскивай Вот теперь вытаскивай Вот так вот Икру Так же заправь, попробуй Ну или так Антифриза давай Давай как Леха Я как Леха, я Леха КУЛТ, только мини-версия Ничего себе Я сам Полку смотри, только полку смотри Какой коэффициент там, Серега? Один на 75 Походу сейчас кэш поднимем Надо, чтобы три семерки выпало, три топора Подожди, он сам тебя останавливает 25 Ноль Ноль Все Прибей только их Ровно час получается За час, засекай второе На монтаж за час На второе колесо ушло уж поменьше В принципе, это оказалось легче, чем я думал Шиномонтаж своими руками Накидываю новые проставки Решили сделать их чуть потолще Потому что все-таки инер терся об амортизатор И теперь На новой резине Можно спокойно делать вход-развал В целом Основная история на сегодня закончилась Еще остается сделать Следующие вещи Покрасить два крыла Поклеить заново пленку Сюда иероглиф Еще может быть какие-то наклейки добавить И обязательно нужно Переклеить лобовое Которое лопнуло Но Я думаю, что своими руками Мы это не будем делать Поэтому доверим это все профессионалам Ну а сами пока будем заряжать батарейки Для того, чтобы много-много снимать в Сочи У нас большой план Снять большой фильм Который мы По приезду будем монтировать И может быть где-то к осени Ну там сентябрь-октябрь Устроим большую премьеру в Москве Но об этом, конечно, все намного позже Вы узнаете В наших соцсетях Так что Не забывайте ставить лайки, пожалуйста И побольше комментариев А то что-то просмотры у нас очень унылые Зажмите лайк